Всем привет, дорогие зрители, а также уважаемые подписчики, с вами канал PowerSlave Channel. И да, эту фразу я скоммуниздил у Айди Геста. Ссылочка на его канал, кстати, находится в описании под видео, как обычно, поэтому зайдите, посмотрите, подпишитесь. Ну мы продолжаем рубрику Герои Шторма. Со стороны Близзард у нас постоянно не перестают сыпаться новые обновления, нововведения, связанные с выходом второй серии Героев Шторма. И на подходе новый герой, ребята, это Гензи, герой из вселенной Овервотч. Думаю, в особых представлениях он не нуждается, кто знаком со вселенной Овервотч, о нем наверняка слышали. Давайте почитаем, как здесь его презентуют Близзард в Героях Шторма. Он у нас убийца. Дальний бой, сложность владения невысокая. Его называют киберниндзей. Гензи, он же младший сын главы клана Широмада. Шимада. Прошу прощения, ребят, неправильно прочитал. Конечно, Шимада. Едва не погиб от руки своего брата, когда отказался участвовать в преступных делах своего семейства. Организация Овервотч спасла Гензи, дав ему новое кибернетическое тело. Теперь он следует новому пути, сражаясь за правое дело. Ну, поскольку мы знаем, что представители организации Овервотч засветились также на просторах Нексуса, наверное, и Гензи решили отправить в командировку сюда. Что ж, с его арсеналом умений мы, конечно же, осмотримся на поле боя. Ознакомимся. Господи, да что ж сегодня день такой сложный, ребята. Плохая погода продолжает давить на мозги, наверное, поэтому я и заговариваюсь. Ладно, поехали. Не будем многословить. Малфурион, ты, наверное, так быстро не беги. Мы тебя, конечно, отключим пока что. Да не пока что, в принципе, ты нам не понадобишься. У нас герой-убийца неподдержки. Никакие спеллы на тебе мы проверять не будем. Включить воинов. Включим давайте воинов. Вражеский герой Артас надодел. Артанис. Да пусть будет Артанис, какая разница. Или лучше Аларака. Давненько его не видел. Так, чем у нас примечательен Гензи? Ну, во-первых, тем, что он скачет на коняке как-то так нестандартно, скажем. И учитывая то, что у него шипованные ботинки, я думаю, нашей конячке больно. Хотя дополнительный массаж на спине не помешает. Давайте смотрим его устрашающую стойку. Сразу так, таунт. Здесь у меня английская раскладка включена. Ну, понятное дело. Два пальца вверх и все дела решены. Так, ну и естественно танец. Ну, видно, что Гензи не сильно учили, конечно, танцевать. Он прежде всего убийца у нас. Так, под дэшечкой у нас не пассивка, а способность киберловкость. Время восстановления 10 секунд. Вообще, должен сказать, данный персонаж достаточно мобилен. Дэшка у нас с кулдауном в 10 секунд позволяет вот в указанном радиусе совершать прыжок. Куда мы хотели? Как-то вот так это дело выглядит. Позволяет, как сделать инициацию в бой, да, влететь. Так же самое с него и выйти. Под кью, ребята, у нас идут сюрикены. Куда ж без них? Какой Гензи без сюрикенов? Мана 15. Время восстановления 12 секунд. Бросает веером 3 сюрикена. То есть у нас такая сплэш-атака получается. Мы видим радиус поражения. И, значит, каждый из сюрикенов наносит 68 единиц урона первому пораженному противнику. Три заряда мы имеем. По завершению времени восстановления способности заряды также восстанавливаются до максимума. Так, ну что, смотрим, как они атакуют. Аларак нас подтянул, оглушил. Молодец. Конфетку получишь за это. Ребят, естественно, у нас сюрикены не пролетают насквозь цели. То есть по ударению противника они, соответственно, в них застреют. Но будет соответствующий талант, по-моему, на финальном 20 уровне, который нам позволит метать сюрикены насквозь, как говорится. Через противников, нанося таким образом довольно хороший урон по области. Так, под способностью W у нас отражение атак. Думаю, тоже способность для вас будет, ребята, не нова. Гензи умеет отражать вражеские атаки. Но он отражает атаки только, я так понял, авто. Поскольку способности, допустим, та же немота Аларака, он ее, естественно, отразить не может. Мы все равно ее получаем. Получает защиту от урона на 1,25 секунды. И каждый раз, когда Гензи отражает атаку, он бросает ножку чай ближайших противников. Ложку най, ножку най, господи, да что ж, я так сегодня как-то не в духе и не в форме. Приоритет отдается героям. В общем, он может еще от контратаковать, скажем так. Когда он отражает вражеские атаки, он еще может там своим ножичком подкинуть 57 урона противнику. Приоритет берутся, естественно, герои. Ну, здесь пишется, что защиту от урона. Все-таки отрицательные эффекты способности на него будут продолжать воздействовать. Наверное, прямой урон блокирует, я так понимаю. Остальные способности. Так, оп, видите. То есть урон как бы мы заблокировали, да, но эффект немоты все равно сработал на нас. Ешка. Это молниеносный удар. Это то, что, ребята, у нас под шифтом находится в Overwatch. Он совершит молниеносную атаку вперед. Выпад такой, своеобразный. Наносит 233 единицы урона. И на протяжении прямой линии, если герой поражает молниеносным ударом, если пораженный герой погибает, значит, в ходе этой способности в течение двух секунд, способность восстанавливается, затрачено неуманно, восполняется. То есть у нас происходит откат способности. И эта способность тоже делает гензи достаточно мобильным. Радиус этой способности крайне высок. Что не может не радовать. Так. И давайте включим сейчас. Зачем мне выполнить задачи? Мне нужен 20 уровень. Дабы в дальнейшем на это дело не отвлекаться. Choose a talent. Все способности мы рассмотрели, в принципе. Переходим к талантам. А потом уже походу героическую рассмотрим. На первом уровне стремительный как ветер, быстрое спешивание и разведчик. Стремительный как ветер повышает скорость передвижения на 30% на 3 секунды, когда гензи поражает героя молниеносным ударом. Мы будем стараться поражать героев, поэтому дополнительное ускорение по завершению способности будет весьма кстати. Это плюс к нашей мобильности. Быстрое спешивание. Во время использования транспорта увеличивает дальность действия киберловкости до 70%, на 70%, извиняюсь, и сокращает время ее установления на 5 секунд. Эта способность действует, ребят, когда мы находимся вот именно на маунте. То есть мы смотрим, да, у нас значительно увеличивается радиус прыжка. Что может быть хорошей инициацией, дабы вступить в поединок. То есть оп, мы подлетели и сразу тут начали атаковать. Добили, в общем. Оп, и отошли. Интересная такая довольно способность, талант, точнее усиливающий дэшку. И разведчик. Повышает скорость передвижения после прыжка через препятствие с помощью киберловкости на 25% на 6 секунд. После прыжка через препятствие. Ну, допустим, это если мы будем использовать дэшку через ту же стеночку, да, мы будем получать еще там дополнительное ускорение на выходе. Как мне кажется, все-таки лучше брать либо стремительный как ветер, в большинстве случаев, либо же все-таки, допустим, дэшку. Дабы с маунта можно было быстренько влететь. Либо же, если мы сели на маунты, от кого-то убегаем, надо срочно еще сделать рывок. Тоже можно будет на более длинное, более большое расстояние оторваться, скажем так, прыгнуть. На четвертом уровне. Мастер сюрикенов. У нас талант идет с задачей на апгрейд на сюрикены. Кьюшка. Поражайте героев сюрикенами. После того, как сюрикены поразят 35 раз, урон от них увеличится на 30 единиц. После того, как поразят героев 75 раз, киберловкость будет восстанавливать 2 заряда сюрикенов. То есть, при использовании ловкости мы еще сможем восстанавливать сюрикены. Ну, думаю, в данном таланте все понятно. Идет апгрейд на дэмэдж от кьюшки. Удар в сердце. Противники, пораженные молниеносным ударом, в конце пути дополнительно получают 303 единицы урона в течение 2 секунд. Весьма неплохая прибавка к дэмэджу, скажем так. У нас на 2... Я не понял, а почему у нас 3 уровень стоит? Опять. Хотя я выбрал 20-й. Пардон. Что-то не то произошло с игрой. Возможно, какие-то глюки на ПТР сервере. Не будем обращать внимания. Так, здесь давайте возьмем стремительный как ветер. Здесь противники, пораженные молниеносным ударом, как я и говорил, в конце пути дополнительно получают 33 единицы урона в течение 2 секунд. Здесь, конечно, надо будет стараться, если берем этот талант, поражать. Именно в конце пути противника. То есть, это как улемин, да, сферы наносят увеличенный дэмэдж в конце пути. Так само и здесь у нас будет это дело. И наложить какую-то еще доту на Ларака успеть. Так, последний талант Коготь Дракона. Здесь уже, ребята, надо будет стараться блокировать. Причем блокировать довольно значительный урон в размере 910 единиц нашей способностью W, отражением атак. Таким образом мы накапливаем некую энергию. После того, как мы, значит, накопим эту энергию, мы сможем использовать активку, которая наносит 395 единиц урона ближайшим противникам. Ну, то бишь, по области. Давайте мы сейчас сбросим таланты. Так, стремительный Коготь Дракона и восстановление, да? Так, а ну давайте. Вы будете меня бить или нет? Давайте, давайте, давайте. Нам надо сейчас людям показать способность. Так, единичка. Ну, вот как-то так это выглядит дело. Чуть головы не лишились на самом деле. В общем, талант на любителя. Я бы предпочел, наверное, все-таки от либо Мастер Сюрикена, либо Удар в Сердце. Седьмой уровень. Усиленная оборона. По завершению действия отражение атак получает Гинзи щит. На 4 секунды получает щит проточностью 50% от заблокированного урона. Весьма неплохо. Но, опять же, если у вас получится войти 1,25 секунды, заблокировать достаточно много урона. Здесь щит даже не 100% а 50%. Что, как по мне, наверное, не сильно будет большим. Если попытаться блокировать какой-то мощный прокаст, может быть, может быть тогда. Но, как я и говорил, у нас отражение атак все равно не отражает действия негативных эффектов на героя. Идеальная защита. При отражении урона сокращает время восстановления отражения атак на 2 секунды вплоть до 10 секунд. Вот это, на самом деле, хороший талант, поскольку у нас будет сокращаться кулдан. Кулдан 16 секунд достаточно большой для этой способности. И иметь возможность дополнительно его уменьшить, это всегда хорошо. Киберщит. После использования киберловкости Гинзи на 2 секунды получает 50 единиц энергетической брони. И этот талант будет хорошо, мне кажется, комбинироваться, если мы на первом уровне будем брать быстрое спешивание. То есть, с помощью этого таланта мы увеличиваем радиус нашей киберловкости. Можем, как говорится, проводить инициацию, сдалека, да, врываться в тимфайт. И с помощью киберщита мы еще будем врываться с 50 единицами энергетической брони, что уменьшит проказ по нам. Жаль только одно, что 2 секунды только у нас будет висеть этот щиточек. И уклонение. Гинзи уклоняется от одной атаки вражеского героя раз в 5 секунд. Максимум заряда в 3. То есть, у нас 3 заряда накапливает, и каждые 5 секунд мы по одной атаке можем уклоняться. Это весьма неплохо будет против таких героев, как Иллидан, Зератул, Нова, как его, господи, Вала, Вала. Хотел сказать Валу изначально, я сказал Нова, но бывает. В общем, имеет место брать этот талант. На 10 уровне у нас Клинок Дракона. Это способность из Overwatch, причем ультимативная тоже способность, и перекрестный удар. Клинок Дракона, мана 50 единиц, кулдаун 80 секунд. Ну, героики все, кстати, восстанавливаются здесь 80 секунд. Гинзи выхватывает Клинок Дракона из ножен на 8 секунд. Пока эффект активен, способность можно использовать повторно. А также Гинзи бросается вперед и совершает удар по широкой дуге. Нанося таким образом 526 единиц урона. Если пораженный Клинком Дракона, герой погибает в течение 2 секунд. Восстановление молниеносного удара мгновенно завершается. Молниеносный удар, как мы помним, это Ешка. Берем Клинок Дракона. И... В общем, фирменная эта фраза его из Overwatch. И вот в течение этого времени мы можем такими размашистыми сплэш-атаками, скажем так, атаковать противника. Давайте попробуем немножко поатаковать. Курая. Оп. Оп. Как вы видите, он еще небольшой рывок вперед совершает в этот момент. Так, вторая героическая способность. Choose the Talent. Choose the Talent. Choose the Talent. Окей, я сейчас сделаю Choose the Talent. Перекрестный удар. Мана 90. 80 секунд, как я говорил, тоже кулдаун. Гинзи завершает 2 рассекающих удара. Выглядит, кстати, эта способность красиво достаточно. Наносящих 296 единиц урона. После паузы в 1,25 секунды в месте этих ударов происходит... Я зачитываю, Аларак, не отвлекай меня сейчас. Происходит взрыв, наносящий 592 единицы урона противникам в области поражения. Choose the Talent. Смотрите, значит, как это дело выглядит. Вот так вот. Оп. И в конце взрыв. Единственное только что, конечно, в этот момент Гинзи сам меняет свое позиционирование в центр перекрестия, скажем так. С другой стороны, эту способность можно использовать и для перемещения. Ну, конечно, никто ее так не будет использовать. Но, дабы изменить свою дислокацию, то можно, в принципе, как вариант, почему не топ. И мы появляемся в центре. Прям обрушиваемся градом на противника. Достаточно интересная способность. На 13 уровне у нас идет Синган. Если все три сюрикена поражают и одного противника, тот получает 262 единицы дополнительного урона. И, ребят, изначально, когда я прочитал про этот талант, я подумал, три сюрикена провожают одного вражеского героя. Как мы знаем, автоатака, да, у нас поражает как раз тремя сюрикенами одного противника. Я думал, наверное, это апгрейд на автоатаку. Думаю, ничего себе. Вот это там можно было пьё апнуть. А здесь все-таки это апгрейд на Q. И нам необходимо нашими размашистыми, скажем так, сюрикенами, которые, да, урон по области наносят, не хочу умирать, попасть по герою. То есть это надо будет делать в очень близком расстоянии на самом-то деле. Приблизительно вот так вот. То есть впритык практически к герою. Что, конечно, наверное, было бы нежелательно, поскольку у нас гинзи очень хрупкий. Ним лучше находиться на расстоянии. Поэтому, ну, талант такой, на любителя тоже надо смотреть. Зависит от вашей манеры игры. Я бы, наверное, всё-таки не брал его. Неуловимый, как вода. Сокращает время восстановления молниеносного удара на 3 секунды за каждого поражённого им героя. Вот это хороший талант. Вот это хороший талант. Так, возьмём здесь что-нибудь, клинок дракона. И, естественно, мы будем поражать вражеского героя своей Ешкой. Особенно, если мы берём на втором уровне ещё дополнительный АОЕ дэмэдж от нанесения урона в конечной точке поражения. Вот, да, где мы видим, вот там как раз-то конечная точка поражения помечена. Ну, в любом случае, будем этой способностью попадать по вражеским героям. Таким образом, мы ещё дополнительно уменьшаем себе кулдауна способность. А если в линии будет, допустим, 3 героя, мы сможем так на 9 секунд даже сразу сократить кулдаун способности. Хороший талант. Двойной прыжок. Гензи может накопить до 2 зарядов киберловкости, но её время восстановления увеличится на 5 секунд. Кулдаун у нас 10, на 5 секунд, на 5, да, увеличивается. У нас будет 15 кулдаун, но у нас будет 2 способности киберпрыжка. 2 заряда этой способности, что весьма тоже неплохо. Так, на 16 уровне ответный удар увеличивает урон от отражения атак. Отражение атак также теперь перенаправляет на противников 33% заблокированного урона. Если у вас будет получаться блокировать много урона, 33% от него будет возвращаться прокастеру. Последний удар. После паузы в 1 секунду молниеносный удар наносит 285 единиц дополнительного урона всем противникам в области поражения. То есть у нас теперь молниеносный удар, кроме того, ещё и всем противникам наносит, а не только героям дэмэдж. Видим, да, спустя там 1 секунду нанёсся ещё 1 дополнительный урон. Будем считать, что это идёт урон от кровоточения. Всё-таки, да, Гинзи так пролетает, саблей всех кромсает. И, конечно, у них эти раны болят, кровоточат, и они получают таким образом урон периодически. Ну, правда, он периодически всего в течение 1 секунды. Но сам факт. Весьма неплохой бонус к этой способности. Вообще, как бы, мне очень привлекательно апгрейды на Е-удар. Он достаточно мощный, особенно если его хорошо раскачать. Можно достаточно неплохо бить противников. И верный клинок. За каждого поражённого молниеносным ударом героя урон от следующего молниеносного удара увеличивается на 20%. Бонус суммируется до 3 раз, то есть на 60% можем увеличить дэмэдж. Тоже талант весьма-весьма интересный. Рекомендуем тоже к применению. Так, и на финальном 20 уровне у нас апгрейд на воплощение дракона. Каждый раз, когда клинок дракона поражает героя, время действия продлевается на 1 секунду. Что тоже может быть весьма неплохим. Можно так бегать возле героев, допустим, толпы героев, да, наносить урон и таким образом продлевать действие этой способности. Живое оружие сокращает время восстановления перекрёстного удара на 12 секунд за каждого поражённого им героя. В общем, ребята, здесь у нас сокращает время восстановления кулдауна, здесь продлевает действие способности. На продление способностей, в общем, скажем-то, если так подвести итог, эти таланты направлены. Здесь, дабы мы могли чаще прокастывать, здесь, дабы мы дольше могли махать своим, своей саблей, своей катаной. Острые звёздочки. Сюрикены пронзают всех противников на траектории полёта. Это как раз тот талант, про который я в начале видео ещё говорил, что мы сможем прокачать, дабы Сюрикены наносили ещё пронзающий урон. И таким образом мы можем достаточно сильно увеличить свой дэмэдж. Ну, в частности, такой довольно сплэшевый, да, по области дэмэдж. И джан син, джан син. Видите, все китайские названия так прямо чешут язык. Задача. Заблокируйте 6500 единиц урона. Ох-охо, немало. Ну, самое главное, ребят, то, что берётся во внимание даже тот заблокированный урон, который был, ну, с начала раунда. Поскольку на 20 уровне, да, уже брать этот талант и блокировать заново весь урон было бы весьма проблематично. Поэтому Близзы подумали, так, а действительно, давайте сделаем, чтобы хотя бы с начала боя весь заблокированный урон считался. Что мы получаем в награду? Отражение атак начнёт поражать всех ближайших вражеских героев. То есть, то, что мы блокируем, то и соответствующий дэмэдж будет ещё поражать всех противников в АОЕ области. Там был талант, который 33% только на атакующего противника перенаправлять. Здесь же, допустим, на всех ближайших вражеских героев, которые будут в этом радиусе действия. Ну, такие, в общем-то, таланты. Что брать здесь уже, смотрите сами. Либо же сокращение кулдауна на героики, либо продление действия героиков, либо же пронзающий на сурикены, либо же вот апгрейд на отражение атак, если вы, допустим, играете через эту способность. Ну, сейчас давайте возьмём на пронзающие сурикены. Убежал как-то быстро. Аларак испугался нас. Так, сам по себе герой достаточно хрупкий, но, как я и говорил, мобильный. Атакует быстро. Передвигается тоже на достаточно большие расстояния. Захват кемпов. По правде говоря, я не пробовал это делать. Давайте сейчас посмотрим, как он с этим справляется. Так. Мы так далеко улетели, что бедные угры даже в шоке и уже и забыли про нас. Кстати, ещё захват кемпа надо отключить хотя бы восстановление, да? И посмотри, так, отражение урона. Оп. Оп. Так, сюда прыгнули. Не, ну, на 20 уровне это, конечно, можно зачищать. Проблем с этим не возникает. Единственное, не пойму, что-то сейчас всё-таки с ПТРочка, видите, ребята, опять показывают 10 уровень у нас. Противника 21, по сути, у нас должен быть 21, если не больше. И таланты как бы прокачаны. Но почему-то показывает счётчик 10 уровень. Почему так, непонятно. Глюки, глюки какие-то. Что ж, ребят, ну, в принципе, многословить больше не буду. Сами всё прекрасно видели. Герой достаточно интересный. Мне понравился он больше, чем предыдущий герой. Предыдущий, как мы помним, Кассия была. Она как-то так, ну, не сильно, как по мне, была интересной. Здесь всё же он, как убийца, весьма неплох. Весьма неплох, нравится его мобильность. Быстрое перемещение по полю боя. Если особенно ещё брать на сокращение молниеносных ударов таланты, дабы можно было её почаще прожимать, то можно так неплохо по полю боя летать. Вот, кстати, простающие сюрикены весьма неплохо так дэмэдж наносят. Ну, и не нужно забывать ещё про киберловкость. Так, ладенько, всё. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте палец вверх, если понравилось. Смотрите также по подсказочке на экране. Переходите обзоры на других героев. Ну, и встретимся в Нексусе. До скорых встреч. Ждём скорого выхода патча. Точнее, это новая версия, уже не патч, даже 2.0 в Heroes of the Storm. Всем пока.